Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Понедельник, 12 февраля, и как всегда по понедельникам у нас происходит детальный разбор всех инструментов в формате стрима на нашем YouTube-канале. Время проведения, как всегда, 19.30 по Москве, 18.30 по Киеву, Таллину и Риге. Для того, чтобы получить уведомления, не забывайте подписаться на канал, ну и ко всем видео, которые вам нравятся. Также ставьте лайк и оставляйте ваши комментарии с вопросами под описанием к этому видео. Ну что ж, начнем. И, как всегда, пара евро-доллар у нас первая на очереди. По паре евро-доллар на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Если пара сможет закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу на отметке 1.22.86, то вероятно начало вновь роста с целями движения на 1.25.26. Пара британский фунт, американский доллар, в пятницу ушла ниже минимальных значений, которые мы видели 8 февраля, отменив сценарий на начало восходящего движения, который мы также отмечали 8 февраля, что нас переводит в фазу роста на текущий момент с целями движения на 1.37.63 и далее на 1.34.65. Возврат к покупкам по данной паре будем рассматривать в том случае, если увидим закрепление выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу на отметке 1.39.86. Пара американский доллар, канадский доллар на текущий момент продолжает свое восходящее движение. В пятницу обновили локальный максимум, доходили до отметки 1.26.86. Но к концу дня мы вернулись практически к ценам открытия. Если пара сможет закрепиться ниже отметки 1.25.59, минимальное значение, которое было в пятницу, то вероятно начало развития нисходящего сценария по данной паре с целями движения на 1.22.45. Пока остаемся выше данного уровня. Цель роста это отметка 1.26.99, то есть обновление максимальных значений, которые мы видели в пятницу, но и далее движение на 1.28.87. Пара американский доллар, японская иена продолжает свое нисходящее движение на текущий момент. Следующие цели находятся у нас в области минимальных значений в пятницу, уходят ниже отметки 1.1804 и далее движение на 1.107.24. Возврат к покупкам по данной паре рассматривается после пробития максимального значения пятницы, отметка 1.109.30. По паре австралийский доллар, американский доллар, тенденция нисходящая сохраняется, но сегодня с утра мы уже видим торговлю выше максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, которые являются первой предпосылкой для завершения нисходящего коррекционного сценария по австралийцу и возобновления роста. Если австралийцу удастся удержаться выше отменки 1.7758, минимальное значение, которое было зафиксировано в пятницу, то рост по австралийцу будет в приоритете с целями движения на 1.8172. Пара еврофунт в пятницу уходит выше максимальное значение, которое мы видели в четверг, 8 февраля, но на текущий момент важный уровень находится на максимуме 7 февраля, и если еврофунту удастся закрепиться выше данного уровня, то в этом случае уже будем рассматривать возобновление покупок по данному активу. Пока торгуемся ниже данного уровня, продажи все-таки пока остаются в приоритете. По золоту также мы сегодня с утра видим обновление максимальных значений четверга и пятница, вышли выше отметки 1.322 доллара за тройскую унису, и если золото удастся удержаться выше минимальных значений, которые мы видели в четверг и в пятницу, четверг это уровень 1.311, прошу прощения, пятница это 1.311, четверг это уровень 1.306. В том случае, если золото уходит ниже данного уровня, то возобновление продаж уже будет вновь в приоритете. По нефтемарке Brent Tendence нисходяще сохраняются, следующие цели снижения это область 61.62, 55.75. Возврат к покупкам по нефти будем рассматривать после преодоления максимальных значений пятницы, отметка 64.95. По индексу DAX на текущий момент тенденция нисходяще сохраняется, ближайшие цели это обновление минимальных значений, которые мы видели 6 февраля в область 11.684, ну и далее движение на 11.199. Возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если DAX может закрепиться выше максимальных значений, которые были в пятницу, отметка 12.298. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция на ослабление остается в приоритете. По биткоину восходящее движение сохраняется, то движение, которое началось у нас на прошлой неделе, и следующие цели роста это уход выше отметки 9000, и далее движение на 12497. Пока биткоин держится выше отметки 7798, минимальное значение, которое было зафиксировано вчера в воскресенье, то тенденция на укрепление сохраняется. Уход ниже данного уровня, откроют предпосылки на снижение до отметки 5800. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, что ежедневный, еженедельный вебинар пройдет сегодня в 19.30 по Москве. Для того, чтобы получить уведомление, нужно подписаться на наш YouTube-канал, ну и, соответственно, уже ставить также лайки ко всем видео, которые вы смотрите, которые вам нравятся, и оставлять ваши комментарии. Всем желаю хорошего торгового дня. Увидимся вечером.